Видите, его окружают статуи львов, от которых остались одни лампы. В общем, в основании ступеней лежат огромные плиты, на которых отпечатки ступней, выбитых в камни. Я не могу показывать человека на видео, потому что это руководитель антитеррористического подразделения, который привез нас на экскурсию. Ему нежелательно показываться в социальных сетях. Роспийская философия, основа душизма, мужское и женское начало. Дуалистическое. Война и мир. Здесь была главная статуя божества какого-то, которая разбита. Крыватые львы. По периметру вся площадка окружена черными камнями с барельефами крылатых львов. Сохранившаяся статуя льва. Наиболее полно сохранившаяся. Находится на другой стороне холма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как видите, в этих горах далеко не только римские и византийские памятники. Буквально с зарождения человеческой цивилизации этот регион был плотно заселен. Я когда-то уже рассказывал, что в этом, ориентировочно в этом месте и в окрестностях появилось производящее хозяйство, произошла неолитическая революция, когда человек перешел от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Здесь появились первые города, ну, не конкретно, может быть, в Африне, но в окрестностях, мы знаем, там есть относительно недалеко. Хорошо изученный памятник Угорит, один из древнейших городов на планете. И в последующие эпохи, метани, эллинистической эпохи, когда был основан город Антиохия недалеко отсюда, кроме римского времени и последующего византийского, восточно-римского, когда этот регион был частью европейской христианской цивилизации, когда он был важным в экономическом плане, сельскохозяйственным регионом. Уже тогда в каждой долине были густонаселенные поселки, в последующем монастыри, крепости. И, к сожалению, в Средневековье всю эту цивилизацию смыло волной мусульманского переселения, ассимиляции, арабизации. В последующем, когда регион захватили крестоносцы, ориентировочно в этих местах проходила граница между Эдессой и Антиохией, двумя государствами крестоносцев. Эдесса — это нынешняя Шанлы-Урфа, а Антиохия, как я уже говорил, Антакия в Турции. Ну, ближе к морю — это Ил-Хатай. А Шанлы-Урфа — город тоже на территории Турции, который находится на север, северо-восток отсюда. Вот крестоносцы закрепились в этом регионе достаточно на продолжительный период времени. Впоследствии все эти земли захватили сельджуки, потом османы. И христианство вместе с связями с европейской цивилизацией из этих мест ушло. Но каждая эпоха, каждое тысячелетие, столетие истории этого региона оставила здесь заметный след.